Здравствуйте! Сегодня у нас пройдет первый урок, который будет называться мяч. Мы сделаем падение мяча с определенной высоты, его удара пол и подскок. Вот у меня открыт флеш версии CS6 и открыт интерфейс, выбран интерфейс версии Classic. Тут есть несколько версий на выбор, но я выбрал именно эту, потому что она наиболее походит на предыдущей версии флеша. Чтобы нам начать работать, мы создадим новый документ. Вот идем в файл, New. Открывается окно New Document. Здесь просто параметры этого документа. Вот здесь ширина, высота. Здесь у меня стоит размеры телевизионного экрана 720 на 576. И это FPC, это количество кадров в секунду. Вот у меня стоит здесь 25 кадров в секунду. Это европейский телевизионный стандарт. Бывает также американский телевизионный стандарт, 30 кадров в секунду. Его часто используют в компьютерных играх. Дальше идет цвет рабочего поля. Обычно по умолчанию он белый, но я выбираю себе такой зелененький, чтобы глаза не уставали. И если нас все устраивает, нажимаем ОК. Если вы хотите изменить параметры, чтобы они у вас постоянно были другие, вы их меняете и нажимаете Make Default, тогда в следующем новом документе они будут сохранены. Итак, нажимаем ОК. Вот у нас появилось рабочее поле. Сейчас Ctrl-2. Оно встает вот так, чтобы мы видели его целиком. Оно вписывается вот в это окно рабочего поля. Вот здесь в разделе Свойства видны параметры, те которые мы видели на предыдущем окне. То есть их и сейчас можно поменять, если вдруг что-то захочется изменить. Здесь вот появляется таймлайн. Это временная шкала. Каждое вот это деление обозначает один кадр. Вот часть каждых пять кадров у нас чуть-чуть потемнее идут. И по умолчанию значит один слой и один ключевой кадр. Вот ключевой кадр, вот он с таким кружочком маленьким. Итак, сейчас мы изобразим линию пола, на которую будет падать наш мяч. Я выбираю инструмент линия. Вот он выделился на шкале с инструментами. И удерживая Shift, вот. Вот веду линию. Чуть повыше ее подниму. Вот. Сейчас я сделаю ее немного другого цвета, чтобы она была заметнее. Вот такой оранжевой. И вот здесь в окне вот эта кнопка с окошком, это управление цветом контура, а вот это управление цветом заливки. Сейчас он зачеркну, потому что я не пользуюсь заливкой на данный момент. И чуть потолще сделаем ее. Вот пока у нас, когда мы выделяем линию, вот, в окне свойства появляется параметр линии. Во флеше все так устроено. По какому объекту кликаете, тут же в окне параметров появляется параметр этого объекта. Вот. Толщину менять можно вот этим бегунком. Видите, как она быстро меняется. Либо вот тут вот менять числа. Вот такую линию мы сделаем. Замочек ее возьмем и создадим новый слой. Новый слой создается нажатием вот этой кнопки New Layer. И слой, в котором вы работаете, он должен быть выделен. И кадр, в котором вы работаете, должен быть выделен. Вот таким. Он, когда выделен, он такого синего цвета. Итак, опять берем линию, удерживая Shift, ведем абсолютно вертикальную линию. Это будет путь, по которому будет падать наш мяч. Это просто такой путь-подсказка. Сейчас я его четко по географическому центру сориентирую. Вот для этого я его выделяю. И в разделе Window выбираю такую функцию Align. Вот видите, он с щелчком по вот этой кнопке. Это просто кнопки, которые ориентируют объекты в пространстве. Это обычно использует дизайнер, которому нужно точное расположение в поле каких-то объектов. Итак, это тоже мой замочек. Создаем еще один новый слой. Здесь мы нарисуем наш мяч. Выбираю инструмент для рисования окружностей. О, клавиши он выбирается. Видите, он здесь выделился. Сейчас я закрою контур. Закрывается он нажатием вот этой клавиши. Я потом, когда мы будем анимировать персонажа, отдельно остановлюсь на преимуществах анимации без контура. Итак, удерживая Shift, рисуем окружность. Дело в том, что если вы не будете удерживать Shift, то у вас может получиться овал, а не идеальная окружность. Итак, выделяем его. Сейчас я приближу просто. Выделять можно двое способами. Либо захватом. Вот так вот. Видите, он покрывается такими точечками. Это значит, изображение выделено. А раз выделять щелчком по полю. Либо выделять просто кликом одним по изображению. Итак, выделяем его. Нажимаем клавишу F8. Мы его просто превратим в символ. Дело в том, что в последней версии Flash двигать Motion можно только символы. До этого можно было двигать и группы. Но вот в последней версии разработчики Adobe решили от этого отказаться. И теперь, если вы в группе назначите Motion, то она автоматически превращается в символ. Итак, вот. Когда вы нажимаете клавишу F8, появляется вот такое окно будущих параметров символа. Вот здесь его имя. По умолчанию обычно ставится символ 1, символ 2. Но мы ему дадим имя собственное. Так будет легче отыскивать в библиотеке при необходимости. Подписывать надо символы. Либо английскими буквами и цифрами. Но не использовать кириллицу, знаки переписания, тиры и пробелы. Дело в том, что Flash не считывает все эти знаки. И у него просто будет много ошибок накапливаться. При каком-то, так сказать, большом количестве ошибок Flash просто сам закрывается без особых повреждений. Так что старайтесь избегать ошибок. Дальше. У нас есть такая закладка тип. Вот здесь по умолчанию стоит MovieClip. Здесь есть также Button, кнопка. Если кто анимирует кнопки, им понадобится это. И график. Если мы просто двигаем объект, то не имеет значения MovieClip это или график. А если мы делаем вложенную анимацию, там, конечно, значение не имеет. Дело в том, что у MovieClip и у графика очень разные свойства. Итак, нажимаем ОК. Вот наша окружность стала символом. У символа при выделении появляется такой голубой прямоугольник, обозначающий его географические границы. И в географическом центре стоит центр привязки. Ну, нарисуем ему еще некоторый объем, придадим такому мячу. Сейчас зайдем. Вот когда изображение сделано символом, рисовать теперь что-то, редактировать там в изображении, можно только заходя вовнутрь символа. А зайти можно вот с двойным кликом по изображению щелкать. И мы зашли, вот сейчас мы находимся вовнутрь символа. Вот здесь на вот этой вот шкале показано, до этого было просто сцена 1 написано, а теперь значок MovieClip и его имя. То есть, это показывает, что мы находимся внутри символа бол. И у него появляется своя временная шкала, таймлайн. То есть, тут можно внутри символа дополнительные слои создавать, делать анимацию. И это будет вложенная анимация. Обычно ее используют для создания каких-нибудь циклов. Там развивающийся флаг, там махание крыльев. Так, чтобы придать окружность, мы опять влюбляем линию, закроем заливку. И вот я опять изображу окружность. Такую из линии состоящую. Сейчас я ее сделаю только потоньше. И вот пока она выделена, я ее сюда нанесу. Вот смотрите, сейчас вот этот вот контур разделил, изображение на две части. Они выделяются по-разному. По отдельности. Вот, когда я нажимаю эту клавишу, значит, я опять шел в управление цвета заливки. И вот я перемещаю этот кружочек. Просто поменяю цвет немного. Чтобы была тень такая собственная у мяча. И удалю. Вот это вот такой у нас мячик получился. И так, вот я и вернулся в сцену. Чтобы вернуться, надо просто щелкнуть по надписи сцена. И разместим наш мячик на вот этом пути. Вот немного о центре и повязке скажу. Дело в том, что флеш с помощью мошенов двигает объекты, ориентируясь, пересчитывая их по точкам, с помощью которых создан векторное изображение. Вот, если я сейчас войду вам на этой символа, и выберу вот этот инструмент. Такую кнопочку, да. Это такая стрелочка. Subselector Tool. И вот щелкну по нему. Вот тут появятся точки. Это точки, с помощью которых создан вот это изображение. И вот по умолчанию двины, а не мошены, вот они двигают по этим точкам. Но если я сдвину центр повязки, то мошены будут считаться по центру повязки. Центр повязки можно сместить, только если у нас выбран инструмент масштабирования. Вот он становится подвижным. Видите, он смещается. Обычно его смещают, когда они меряют живых персонажей, например, чтобы изобразить сустав. Вот видите, потому что объект вращается вокруг этого центра повязки. А когда он под центр, то он, естественно, вокруг него вращается. Вот когда подносите курсор к уголку, видите, он принимает форму такой стрелочки полукруглой, и вот начинает вращаться. Можно также удерживая Alt, если за угол, то он вокруг противоположного угла начинает вращаться. То есть это вот такие общие сведения о флеше немножко. И если вы захотели сдвинуть центр повязки, то сдвигать его нужно до начала анимации. Если вы уже в середине в одном из ключевых кадров сдвинете центр повязки, то объект начнет двигаться по непредсказуемым амплитудам, по путям. То есть это одна из характерных ошибок у новичков, когда они сдвигают центр повязки где-нибудь в середине. Иногда даже случайно бывает. Поэтому будьте внимательны с этим центром. Итак, ну, скажем, упадет у нас кадр за восемь. Вот мы сейчас продлим. Видите, вот можно выделить вот так вот. Вот кадр и нажать F5 и вот кадр продлится. Либо просто щелкнуть по верхнему вот полю таймлайна и нажимая F5, если оно само продлевает. И сейчас мы просто скопируем эти ключевые кадры. Вот чтобы скопировать ключевой кадр, мы вот так вот щелкаем по нему. И пока удерживаем стрелочкой, нажимаем Alt. Вот тут появляется такой плюсик возле стрелочки. и перетаскиваем. Здесь ключевой кадр и здесь. То есть, а здесь мы просто вниз сместим его туда, где он должен упасть. Удерживая Shift, перемещаем. Когда держите Shift и перемещаете объект, то он двигается либо сугубо вертикально, либо горизонтально. Опять же, зависит от того, куда вы его двигаете. Не в том, когда я его сдвинул вниз. Поменяем местами. И так вот у нас получилось сюда. То есть, он вверх, вниз и опять вверх. Это то, что он, куда он переместится. И сейчас назначим Motion. Выделяем вот так вот промежуток между ключевыми кадрами. Удерживаем курсор возле вот этой выделенного слоя. Нажимаем правой кнопкой и выбираем Crate Classic Twin. Вот видите, он окрасился в такую линию и приняли стрелочки. И флеш сам нарисовал промежуточный кадр. Вот я сейчас нажимаю Enter. Видите, тук, он упал и подскочил. И если мы его зациклим, вот здесь вот в Ctrl, Loop Playback. Играть бесконечно. Нажимаю Enter. Вот он начинает двигаться сюда-сюда. Но обратите внимание, что это не похоже на мяч. Это похоже на механическую какую-то деталь, которая двигается по заданному пути. Вот если я останавливаюсь здесь по центру бегунок и нажму вот эту кнопочку. Это onion skin, луковые слои. Вот появляются такие скобки захвата. И за вот эти вот кружочки можно их перемещать. Вот эти скобки показывают. Вот тут на два кадра захватило. Предыдущие кадры просто показывают. Я их растяну до следующего ключевого кадра. Видите, он просто показывает, те фазы, через которые проходит мяч. И обратите внимание, что они абсолютно на одинаковом расстоянии. То есть мяч двигается равномерно вниз, ну и стало быть равномерно вверх. А по рукам физики мы знаем, что любое тело, падающее с высоты на землю, двигается с ускорением. И когда оно стукнется, то сначала сила будет большой и он подскочит довольно высоко. Но чем ближе оно будет двигаться к мертвой точке, когда тяготение, сила тяготения будет повышать, так сказать, то оно начнет замедляться. Стало быть, мы здесь назначим ускорение, а здесь замедление. Вот чтобы их назначить нужно щелкнуть по полю, вот это с моушеном. И вот здесь вот в шкале параметров появится вот такое управление ускорением и замедлением. По умолчанию стоит 0. Вот если я, вот я сейчас просто максимальное назначу, минус 100 здесь можно назначить. И сейчас мы посмотрим с помощью луковых слоев, что у нас получилось. Видите, здесь он падает медленно, а потом постепенно ускоряется, разрыв между фазами увеличивается. А здесь мы назначим ускорение. Вот я сейчас просто перемещу здесь. Оп! Видите, сместились фазы. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Видите, он более стал походить на мяч. Единственное, что его форма выглядит жесткой. То есть он хоть и двигается с ускорением и замедлением, но он абсолютно все время сохраняет свою форму. А мяч, ну если предположить, что он резиновый, то он имеет свойство вытянуться. Более того, это одно из условий, так сказать, одно из правил диснеевской анимации растяжения и сжатия объектов. И вот мы тут набьем дополнительные ключевые кадры. Чтобы создать ключевые кадры нажимаем кнопку F6. И вот этот мяч мы его просто сместим сюда пониже. Как будто вот он коснулся здесь. Сейчас я его так вот. и вытяну его. Удерживая ALT, чуть-чуть потяну. Когда удерживаете ALT, символ тянется в одну сторону. А когда не удерживаете, то он с двух сторон вытягивается или сжимается. То есть, с двух сторон чуть-чуть сожму. Вот он так вытянулся, скажем. А здесь я его сплющу и растяну слегка. А тут вот эту фазу скопирую, ключевую ее сделаю, но перенесу вот сюда. Как будто он сразу же отскочил вот сюда. Здесь стукнулся, сплющился и отскочил ALT. Но тут придется заново параметры выставлять. Потому что во флеше, если вы вставили ключевой кадр, вот эти вот параметры аннулируются. Итак, вот что у нас получилось. Пок-чпок. Видите, он стал более резиновым таким. Немного страдает во флеше, но это такая характерная для него особенность. Сейчас мы создадим svf файл. Я нажимаю сочетание клавиш Ctrl-Enter. И вот у нас получилось svf. Но вот единственная задача, что у нас видны в этой линии, мы еще раз спрячем. Выделяем эти линии и вот удерживая курсор возле вот этого вот панели управления этим слоем, нажимаем правую клавишу и выбираем white. Видите, тут вместо листочка появился такой молоточек. И здесь сделаем то же самое. Здесь эти линии видны, но в svf, сейчас я сразу заметил, линии этих не видно. Итак, что мы еще можем сделать такого красивого для нашего мяча? Создадим-ка для него тень. Вот я создаю еще один слой. Выберу здесь черный цвет. Закрою линию. Выберу инструмент айсующей окружности. Удерживаю shift, айсую. Вот такой коржочек черный. Выделяю его. Нажимаю клавишей F8 и называю тень. Вот так называю. Английские буквы, но по-русски. И вот поставлю сюда и так вот его сожму. Как бы изобразив тень от мяча. Ну, и дам ему некоторую такую прозрачность, так как она не глухая тень. Вот когда выделен у меня символ, вот здесь вот появляются в разделе свойства, появляются свойства символа. Видите, значок моего клипа, его название появляется. Название типа символа. Вот здесь можно менять, если необходимо. Изменить тип символа. И вот здесь вот появляются в свойствах. Сейчас найдем. Стиль называется. Закладка. И вот здесь выбираем альфа. Видите, он стал такой, несколько прозрачным. Сейчас поточнее сориентируем. Вот. Сейчас мы ему набьем ключевые кадры ровно соответствующие падению мяча. И если предположить, что у нас верхняя рассеянная освещение, то чем выше поднимается мяч, тем меньше тень и прозрачность становится она. Вот мы тут альфа увеличим. И скопируем эту же тень сюда. Здесь мы тень несколько растянем. И сейчас назначим. Моушен. И столовой здесь тоже придадим ускорение, а здесь замедление. И опять же скопируем здесь. Вот этот ключевой кадр, как мы сделали с мячом. Так же и сделаем с тенью. Закрываем эти линии. И вот смотрим, что у нас получается. Вот такой вот у нас мячик получился. Так. Чтобы нам сохранить вот эту анимацию, мы нажимаем Ctrl-S и называем его, тут уже можно даже по-русски называть мяч, если мы назовем русскими буквами, то ничего не страшно. Так. И теперь, если мы делаем свфку, то она тоже называется мяч и сохраняется в ту же папку, где у нас был этот самый, где у нас сохранился флафайл. Что еще можно сделать? Можно сделать звук падающего мяча. Вот создаем слой отдельный. Вот в этой версии есть отдельная звуковая библиотека. Нажимаем Windows. Здесь идем в Common Libraries и здесь в Sounds. И вот появляется звуковая библиотека. Сейчас мы набьем. Оп. У нас русский стоит. Так. Спортбол. Баскетбол. Вот можно тут прослушать. Чтобы звук появился в сцене, его можно просто вот так вот взять с окошкой и перетаскивать. Видите, такой квадратик. Притаскиваем просто на рабочем поле. И вот здесь он появился. Сейчас, чтобы вам было виднее, я вот в этой кнопочке найду закладки. Я выберу Preview. Это просто, видите, он делает крупные такие слои и обозначение кадров. И в ключевых кадрах показывает, на каком слое что изображено. Видите, тут мячик, тут тень. А вот это вот звук. И видите, вот пики. Но нам нужно, чтобы пик удара приходился на момент собрайксновения мяча. Мы просто за ключевой кадр вот так вот перетаскиваем. Вот ровно где вот он сплющился. Этот мячик. Сейчас я верну Normal вот так вот. Вот если мы нажмем на поле этого слоя, где звук, то тут появятся параметры звука. Вот нам нужно, чтобы по умолчанию стоял стрим. Вот стрим стоит. Это значит проигрывать один раз. Итак. Вот видите, в svf сейчас стало притормаживать там, где звук. Вообще, svf файл, он не выдерживает больших сложностей в, так сказать, в проигрывании сложных изображений, сложных звуков. Поэтому очень важно научиться делать другие виды видео. Сейчас мы сделаем овишку. Ее можно вот здесь сделать. Вот нажали Export Movie или сочетание клавиш Ctrl-Alt-Shift-S. Вот появляется окошко Пайдварики. Вот тут у меня стоит Windows AVI и автоматом пишется мяч. Я нажимаю Сохранить. Сейчас я параметры набью, которые у нас стоят. Окей. Итак. Сейчас мы просто найдем эту папочку. Вот он, наш мяч. Видите, вот он подскочил и стукнулся. Если мы хотим, чтобы мяч проигрывался дольше, можно его вставить в символ. Вот так вот. Для этого нужно выделить, ну, мы сделаем вложенную анимацию. Выделить те слои, которые мы хотим вставить. Удерживая курсор возле выделенных слов, нажимаем правую кнопку. И вот здесь выбираем Copy Frames. А дальше нажимаем сочетание клавиши Ctrl-F8. Появится опять окно параметров символа. Но я назову All, то есть все. И нажимаю ОК. Видите, появился пустой символ со значком и с пустым кадром. Вот здесь я выделяю этот кадр и удерживаю у него курсор. Выбираю правой кнопкой, выделяю и выбираю Past Frame. Видите, вот эти слои, вот они сюда вставились. И теперь это у нас получился символ с вложенной анимацией. Чтобы он появился здесь, в сцене, что необходимо. Вот я назначаю слой. И вот здесь, в библиотеке, вот он. Видите, стоит у меня. Вот этот квадратик, это квадратик цвета слоя. Его можно поменять. Вот двойным широчком появляется свойство слоя. И вот здесь вот можно поменять на какой-нибудь более контрастный. Чтобы было заметно. Вот я сейчас просто сориентирую по уже имеющейся анимации. Здесь символ. Чтобы он точно попадал. Вот. Теперь эти слои можно убрать. И вот смотрите, я сейчас просто продемонстрирую, чем отличается MovieClip от графика. Вот сейчас у нас здесь MovieClip. Видите, по значку. Я сейчас уберу практически. Я уберу все слои. Сведу до одного кадра. Нажму. Видите, мячик все равно падает. Это свойство MovieClip. Можно оставить один кадр, но он будет проигрываться бесконечно. Обычно MovieClip используется в компьютерных играх. Но, если мы захотим, скажем, создать мультфильм. И нам понадобится, например, формат AV. Вот я опять создам вот этот самый. Окей. Окей. Вот он просчитался. Сейчас мы посмотрим, что произойдет с мячом здесь. Он не проигрывается. То есть MovieClip проигрывается только в svf файле. Это его, да, такое свойство. У него есть огромное количество фильтров, которые можно поименить к нему. Но он используется только в svf файлах. А svf файл не очень длительный. Его невозможно использовать для фильмов. Поэтому использует график. Сейчас мы его изменим на график. Вот здесь вот. Я выбираю. Вот теперь он стал графиком. Но, чтобы он проигрывался, нужно... Вот у нас он... Сейчас вспомню сколько... 14 кадров, да? Вот. Я выделяю в 5. И вот смотрите, что очень важно. Нужно выделить вот так вот. Щелкнуть по символу. Видите, сейчас он пишет график на нем. И вот здесь очень важно посмотреть, что написано. Написано Loop Playback. Луп с первого кадра. То есть проигрывать с первого кадра до бесконечности. И вот пока выделен верхний слой, я нажимаю F5. Несколько раз повторю этот цикл. И вот он у меня... Вот сколько я его продлил, столько раз он и повторит его. Тут есть также Play Once. Это когда один раз надо проигрывать. Или Single Frame. Когда всего лишь один кадр надо какой-то показать. И вот здесь вы можете выбить тот кадр, который вам нужен. Это в некоторых случаях очень удобное свойство этого символа. Итак, сейчас мы заново пересохраним. Пересохраним. Ави. Окей. И сейчас посмотрим, что он у нас из себя представляет. Вот он тут прыгает. Бладенько так. Окей. Ну, на этом наш первый рог закончен. До следующих встреч. До встречи. Пока-пока. До встречи! Продолжение следует...